Очень странно, но в эру современных цифровых технологий проигрыватели пластинок набирают небывалую популярность. Именно поэтому с 2008 года в апреле стали отмечать день музыкального магазина Record Store Day, что переводится как день магазина пластинок. Праздник стал международным, в этот день по всему миру проводятся распродажи альбомов на виниле. Если коллекционеру винила со стажем выбрать подходящий проигрыватель труда не составит, то у начинающего пользователя возникает много вопросов. Прежде чем нажать кнопку купить, я предлагаю уяснить самые важные моменты. Дизайн проигрывателя пластинок может быть не только классическим, но и вычурным. Например, дизайн в стиле панели приборов легендарного Ford Mustang в виде портативного ретро-чемоданчика с ручкой и защелкой. Здесь важно подобрать визуал, который впишется и дополнит интерьер вашей комнаты. Стол или база. Существует масса простых и доступных проигрывателей с пластиковой основой. Эти аппараты станут идеальным выбором и первым шагом мир винила, если ваш бюджет ограничен. Для продвинутого использования доступны вертушки, основания которых из дерева, МДФ или даже из стекла. Один из важных компонентов проигрывателя – это опорный диск. Доступны модели с пластиковыми и стальными опорными дисками. Для начала, для повседневного использования варианта с пластиковым диском вам хватит с головой. Если у вас есть желание шагнуть дальше по аудиофильской лестнице, то отдавайте предпочтение именно тяжелому стальному диску. Тонарм – это один из важнейших элементов проигрывателя. Так называют горизонтальную трубку, на которую крепится картридж с иглой. Тонарм может быть как из пластика, так и из алюминия или подобных ему сплавов. Все снова упирается в ваш бюджет. Звукосниматель, он же картридж. Они делятся на два типа – звукосниматели ММ-типа и звукосниматели МС-типа. На деле это вот такая штука с иглой. На вертушке начального и среднего уровня, как правило, устанавливаются ММ-звукосниматели. Они также бывают разные по уровню и цене. Огромный плюс ММ-звукоснимателей – при необходимости можно заменить маленький стилус с иглой, а не весь картридж целиком. Цена МС-звукоснимателей заметно выше, при этом и качество звука они передают топовое. Но при износе или поломке вам придется менять весь дорогостоящий картридж целиком. Фонокорректор. Это устройство применяется для синхронизации проигрывателя пластинок с усилителем или другой системой воспроизведения. Фонокорректор повышает уровень сигнала, записанных на пластинке треков, и преобразует его до необходимых для обработки усилителем или прослушивания параметров. Говоря коротко, фонокорректор восстанавливает частоту сигнала до принятого стандарта звучания. На бюджетных моделях фонокорректор в основном встроенный, и его работы вполне достаточно для прослушивания. В вертушках высокого уровня его необходимо покупать отдельно. Эта история больше касается заядлых аудиофилов. Цена. Если вы делаете первые шаги в мире виниловых джунглей, то сразу приобретать дорогую модель я бы не стал. Среди бюджетных недорогих проигрывателей есть достойные варианты, которые помогут ощутить и понять весь прикол прослушивания музыки на виниле. И как только вы ощутите вкус ламповой атмосферы, тогда можно смотреть в сторону аппаратов классом выше. Если у вас есть усилители акустика, то присмотритесь к моделям без встроенных динамиков. Встроенного в проигрыватель фонокорректора будет достаточно. А если в вашем арсенале нет вышеперечисленных девайсов, то смотрите в сторону вертушки со встроенными динамиками или с комплектной акустикой. Например, что-то из ассортимента Lenko. Ссылки на проигрыватели винила на любой вкус я оставлю в описании под этим видео. Если у вас возникли вопросы касательно проигрывателей, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал и не забывайте поставить лайки.